Всем привет! Зашли мы наконец в буную мастерскую. На следующий день, в субботу, она была открыта и забрали ботинки. Вот что получилось. Ну, в принципе, он заклеил и прошил. Поэтому я думаю, что это будет нормально и будет хорошо носиться. Погода сегодня мерзопакостная. В том плане, что дует сильный ветер. Это просто здесь мы зашли в отбор, где это мастерская, ветра нет. Это вообще такой ветер. Слезы из глаз просто нагоняет. И очень скользко. То есть такая себе погода. Идем сейчас на базар. Нет, сначала мы зайдем в Марк. А Костя себе в интернете там выбрал ботинки. Они ему понравились. Они такие, ну, нормальные. Подошва достаточно толстая, хорошо прошитая, кожаная, все. Ну, по цене там, по-моему, 180 рублей они стоят. Как бы, ну, для зимней обуви это нормально. Купим ему ботинки, потому что старые уже совсем промыкают. Вот. Потом пройдем на базар. Мы хотим купить там сковородку. Мы покупали... А, блинную, блинную сковородку, потому что именно на базаре мы когда-то покупали вот эту большую. Она оказалась очень хорошей, очень удачной. И все-таки на базаре все без наценок. Магазин-то они за аренду платят. Ну, короче, все это. А там без наценок и хорошие тоже качественные сковородки. Вот. Также хотим купить фильтр для воды. Ну, не фильтр, а картридж. Фильтр-то у нас есть. Можно и кувшины, в принципе, меняем. Кувшины, а здесь, наверное, решили поменять просто картридж. В общем, идем на базар. Но сначала марка. Зашли в магазин марка. Ну, это не та модель, которую мы хотели, конечно. Потому что ту модель, которую хотели, к сожалению, нету размера кости. Но зашли в другую марку. Их тут два. Здесь-то уже нет. Ну, скидки есть. Модели и размера нет. Как-то так. Ну, все. Подходим к базару. К Минскому. Он так у нас называется. Будем смотреть сковородку и картриджные фильтры. Я не знаю, продуктов. Наверное, нам здесь ничего сейчас не надо. В такое время, как бы, в конец января, тут ничего такого, наверное, и нет. Нету того, что есть... Ну, все то, что в магазинах, в принципе, есть. Но здесь почему-то стало все дороже. В общем, купили марку, ботинки пошли. Ботинки. Померили другой размер. Оказались, они маломеры. Нарина. То есть, то, что надо. Туда я. Ну, симпатичные. Симпатичные. Вот они такие. Вот они такие. Достаточно толстая подошва. Да, подошва толстая. Прошиты. Два раза простая. Вот. И нитки на стол. 180 рублей. Да, и вот такую сковородку купили. Блинную, белорусскую, 33 рубля стоят. Хорошая сковородка. С трехслойным антипригарным покрытием. Так, нажарила котлетки. Здесь у меня. Сделала такой салатик. Свекла, огурцы. Чеснок, яйца, майонез. Вкусный. Ну, вот, в общем-то, такой вот ужин. И обязательно сметанка с кетчупом. Делаю вот такой вот вкуснотень. В общем, это сухарики получаются хлеб. Здесь у меня масло растительное, головка чеснока и разные приправы, специи. Все это беспрерывного помешивания. И будут такие сухарики. Слушайте, уже такой стоит обалденный чесночный аромат. Ну, а такие вот сухарики получились. Ну, вкусно, правда, очень вкусно. Рекомендую так приготовить. В принципе, просто только единственное, что помешивать все время приходится. Вот и наступил вечер субботний. Честно говоря, я так устала вообще. Мы обычно с Костей по субботам убираем квартиру. Он пылесосит, я мою полы. Но сегодня он пропылесосил, я не стала мыть полы. Потому что у меня просто не было сил. И потому что я постоянно чем-то занята. Мама в гипсе у меня. Правая рука у нее в гипсе. Поэтому она выбыла из игры, что называется. И мне приходится одной фигачить. Готовить есть. Так как надо кормить троих мужиков. Ну, нас вообще пять. Я и мама, и три мужика, что называть. Но мы с мамой, ладно, мы можем там перекусать, что-то такое есть. Но троих мужиков надо, конечно, кормить. Два сына и муж. Это вообще они без конца хотят есть. Они едят много, поэтому надо готовить. Но это нормально, я понимаю. Я не то, чтобы там жалуюсь ни в коем случае. Я просто констатирую факт и говорю, как оно есть. Вот. И мы же до этого жили как бы отдельно. Рядом у нас было рядом две квартиры, но отдельно. То есть мама жила с Никитой на одной лестничной площадке. У нас были квартиры. А мы жили отдельно с Костей и Сашей какое-то время. Но мы поняли, что это неправильно. И поэтому съехались. Ну, опять же, я говорю, ну, это была эпопея с квартирами немножечко в двух словах. То есть оставлять маму жить одну, это неправильно, потому что она не молодеет. Правда же? Забирать Никиту в любом случае надо было, потому что, ну, Саша уже подрос, что называется, когда он был младенец, там не спал ночами, все дела, это одно. А Никита растет, скоро начнутся какие-то гули там ночные, там может не стать, дискотеки, может не начнутся, ну, все дети разные, ну, короче, да. Вот. Зачем маму оставлять с ним как бы одну, чтобы она там переживала и все. Ну, и как бы ребенок должен жить с матерью. Это вообще-то неважно, что мы рядом жили какое-то время. Ну, так сложилось. Но все-таки это было отдельно. И оставлять, говорю, жить одну маму, это тоже неправильно. Она не молодеет его даже сейчас. У нее правая рука в гипсе, простите. Как она будет есть, готовить, как она там что-то сделает себе, да. Никак. Поэтому жить надо, конечно, вместе. Вот поэтому мы продали две свои квартиры и купили эту большую одну квартиру. Так вот, что я говорю. Это очень, на самом деле, трудно готовить на такое количество людей, потому что делаешь это беспрерывно. Плюс еще надо ходить по магазинам, покупать продукты. И плюс, конечно же, работать надо в интернете. Это тоже процесс идет без перерыва. Это идет процесс нон-стопом. Поэтому, на самом деле, это все как бы нелегко. И я, вы знаете, удивляюсь, как живут женщины, которые имеют двоих сыновей и мужа и ходят еще на работу. Не то, что я удивляюсь, как они живут. Нет, я сама, что называется, в такой роли нахожусь. Что они готовят? Наверное, они готовят ничего в том плане, что покупают какие-то полуфабрикаты. Наверное, покупают что-то такое большое. Может, тазиками кости какие-то, ребра там что-то такое фигачат. Или, как я вот наблюдаю, даже смотрю, очень многие просто покупают колбасу, сосиски. Да, то есть, макароны эти отварили, кашу какую-то отварили. Там гречка или рис и картошку, может, там. И все. И макароны, сосиски, колбасу там что-то там такое сделали. Я вот смотрю, очень многие люди покупают еще полуфабрикаты. Именно покупают там пельмени, наверное, да, вот такое все. Либо готовую продукцию всегда в этот отдел стоит очередь. И всегда берут эти готовые котлеты тоже, хотя это стоит достаточно дорого. Я не могу сказать, что это очень вкусно. В любом случае, когда ты готовишь сам, это вкусно. Ну, как бы еще устаешься от того, что Саша у нас такой active baby, что называется. Такой активный тоже ребенок. И под вечер он вообще такое делается суперактивный. И когда все дома, это очень тяжело, потому что он все время бегает, хочет с Никитой играть, что-то его драконит. Ну, в общем. В общем, я устала под вечер и решила заснять это такое маленькое отступление. Потому что, ну, даже себе на память через какое-то время посмотреть. Потому что дети растут, дети меняются, у них тоже меняются интересы. Вот Никита, в принципе, уже взрослый, спокойный, занимается своими делами. И Саша когда-то будет таким в ближайшем, ну, может, не в ближайшем будущем. Ну, в общем. То есть даже для истории это такой видеодневник, когда ты находишься в моменте, что-то такое рассказать. Даже как бы самому себе и, конечно же, своим дорогим зрителям. Потому что я думаю, что тоже у многих похожая ситуация. Они сейчас посмотрят и подумают, да, у меня так же. Я там делаю то, то, может, подскажут какой-нибудь интересный рецептик. Я понимаю, что на Ютубе много всяких рецептов. Но, знаете, иной раз не хватает просто какой-то идеи. Например, а что такое приготовить много, вкусно и, как бы, ну, не то чтобы недорого, не в этом даже дело. Чтобы это было много, вкусно и чтобы готовилось, ну, не очень долго. То есть что-нибудь быстро. Вот, например, может кто-нибудь напишет в комментариях какую-то такую идею, подскажет. Потому что на Ютубе же надо тоже как-то задавать этот поиск. Если ты ищешь какие-то рецепты, например. Ну, в общем, да. То есть пишите, что готовите вы в плане на большую семью, чтобы это было не очень долго по времени. Напишите, буду благодарна. Всем приветики. У нас сегодня день следующий. Мы вышли на улицу. Сегодня воскресенье. Сугробов столько. Ничего не чищено. Ни ступеньки, ни лестницы, ничего. Снег метет. В общем, идем мы в магазин Зыря, чтобы купить что-нибудь колбасного, мясного. Там все гораздо дешевле и свежее. В общем, он находится не очень близко от нас. Но пару раз в неделю туда надо ходить, в принципе. Вот, идем. Вон как все снежно. Завтра начнется рабочий день. Будут убирать на дорожке. А сейчас, говорю, воскресенье. Поэтому вообще как-то лучше пройти. Даже не знаю. Ой, идем здесь. Ветер какой-то. Сегодня даже передавали какой-то уровень опасности из-за ветра. Что-то такое тоже. Погодные условия, конечно, оставляют желать лучшего. Остался один календарный зимний месяц, что тоже не может не радовать. Понятно, что март еще тоже считается зимний такой месяц. Слякотный, снежный. Но все равно в марте, говорю, хотя бы чувствуется вот эта вот весна. Что тоже приятно. Да, везде тракторы убирают снег. Вот здесь вот мы вышли сюда. Ну, в центр. Везде все расчищается. И здесь чистят. И здесь тоже чистят. Но это, конечно, правильно. Потому что ходить было бы тогда вообще невозможно. Ну, вот здесь тоже где-то чистят. Ну, ладно. А мы, в общем, идем дальше. Путь в магазин немножечко изменился. Потому что Саша решил, очень сильно решил, зайти вот сюда в московский дворик. И, наверное, хочет покататься на горках. Ну, вот мы раньше здесь жили недалеко от этого места. Наверное, ему это все привычно. И он решил вспомнить, так сказать, былые времена. Ну, ладно. Нельзя же, в конце концов, ребенку отказывать во всем. Магазины ему колбасные неинтересны. Он бы туда все равно не пошел. Они меня на улице, конечно, подождают. Зачем ребенка таскать по магазину. Ну, видишь, Саша, здесь все в снегу. Видишь, как снежно все здесь. Смотри. Горка в снегу. Да, горка в снегу тоже. Как ты будешь кататься здесь? И дорога в снегу. И дорога тоже в снегу. Все в снегу, да? Пойдешь или все-таки... Пойдешь в снегу. Пойдешь кататься или пойдем в магазин? Можно кататься. Ну, ладно. Попробуй. Все буты мокрые. Ну, да. Все белым-бело. Так все замело. Котик к тебе идет, видишь? Нет, не к тебе. Убежал котик, да. Убежал. Убежал. Саша пока на своем не настоит. Не наиграется. Никуда ты с места не сдвинешься. Ой, как нам отсюда идти? Я не знаю просто. На мотоцикле катаешься? Ну, давай уже. Пойду туда, где не ступала нога человека. О, мои новые ботиночки так хорошо все-таки. На такую погоду они идеальны. Нет руля. Нет руля, нет. Пойдем уже в магазин. Оторвали руль, да. Дошли до фонтана, а здесь такое чудо. Трактор убирает снег. И вот они встали и наблюдают за трактором. Ну, ладно, пусть наблюдают. А я пойду, пожалуй, схожу в магазин. Без них. Мне даже так спокойнее будет. Пойдем вот этой вот дорогой. Здесь немножечко расчищено. Сходила я в Зарю. Вышла в магазин. Потом еще зашла в Белмаркет. В общем, накупила всего вообще. В Заре я потратила 36 рублей. Я купила две палки колбасы. Может, потом покажу. Одна вареная. Три купила. Три. Блин, трактор едет. Прямо на меня. Не дает сказать. В общем, одна вареная колбаса. Элитная. Тоже вкусная. Одна такая вареная копченая. Венгерская. Купила одну такую янтарную колбаску. Очень вкусная. Тоже палка. Она редко бывает. Дорогая. Но палочка едет рублей 6 стоит. Потом купила, что я купила? Курицу. Пол курицы копченой купила большую. Ну, Костя ее раздербанит. Будет с собой брать на работу. Вот. Потом купила... Не кричи, Саша. Потом купила голень куриную 12 штук. Запеку сегодня в духовке в рукаве с картошкой. Как я недавно делала. В принципе, это получается вкусно. Просто делается. Еще купила дрожжи. Сделаю обязательно булочки сегодня тоже. С корицей. Потому что хочется что-нибудь к чаю. Что-нибудь такое вкусное. Слушайте, я чуть доперла эти пакеты. Пока дошла до места, где мы... В общем, Сашу с Костей оставила. Вот эти два пакета, я говорю, я чуть доперла вообще. Не женское это дело. Сумки таскать, конечно. И в магазин заходишь. Так жарко сразу делается вообще. На улице прохладно. Ну так. Зима и зима. А заходишь в магазин вообще. Так жарко. Еще эти шапки. Скорее бы лето. Или хотя бы весна какая-то. Ну, в общем, купила такой сервелат венгерский. Вот такую вот элитную колбасу. В магазине Заря. Если будете в Беларуси, покупайте. Обязательно не пожалеете. Это все очень вкусно и хорошего качества. И вот такую вот янтарную колбаску. Она бывает нечасто. Ее моментально разбирают. Она очень вкусная. Голень 12 штук. Дрожжи. Булочки буду печь. Ну, масло. Белорусские тоже вафли такие. Ничего вкусненькие. Зефир. Вот такую белактовскую кашу молочную. Мама любит такую. Курицу. Полкурицы копченые. Ну, что я говорила. Пусть с собой на работу брать. Ну, и так по мелочи. Тут всякие яйца. Кефир с бифидобактериями написано. Ну, хочется в это верить. Ну, и, в общем-то, мандарины. Достала из духовки. Он как раз на меня щелкнуло. Голень куриная и картошка. Вот оно в рукаве у меня готовилось. Около часа. Да, курица, картошка. Я уже делаю это второй раз за неделю. Потому что очень вкусно получается. Ну, в принципе, просто делать. В рукав это все запихала. Запихала ему курицу. Перед этим замариновала. И вкусно получается. Сделала вот такие вот булочки под маминым чутким рукавом. Буловодством. Слушайте, ну, здесь уже растащили часть. Какие же они вкусные получаются. Это вообще просто супер. У меня на канале Марина Крылова есть пошаговый рецепт приготовления этих булочек. Попробуйте приготовить. Это, что называется, старинный проверенный рецепт.